Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. И сегодня речь пойдет об очень необычной книге. Она действительно про животных, но одновременно вовсе не про них. Она действительно будет очень интересна практически любому школьнику, потому что там речь идет о самых удивительных экзотических существах, которые мы с вами практически не встречаем в реальной жизни. Например, о корове или об овцах. Вы последний раз овцу когда встречали? Ну, я не считаю поход в парикмахерскую, да. Или, допустим, оленя. Опять же, уважаемые автолюбители, это не к вам вопрос. Вот. А если, кроме шуток, понимаете, если говорить о современном городском ребенке, то для него любое животное деревенское, да, это уже здорово, уже интересно. И рассказ о нем уже что-то такое себя представляет сам по себе. А уж если там есть у нас страусы, крокодил или дикобразы, так это вообще просто, я уж не говорю о кенгуру, так это вообще просто, ну, развлечение, с которым мало что сравнится. Вспомним вот то самое детское, живущее в нас чувство живого интереса, яркого интереса ко всему, что дышит, движется, ко всему, что копошится, что растет и расцветает, что встречает весну не так, как мы люди. Нам все равно, у нас дома паровое отопление, вот, а летом кондиционер. А у них это жизни, у них это совсем другое восприятие. Вот о таком мировосприятии и пишет Юлия Говорова. Эта книга интересна и взрослым, и детям. Почему? Потому что ось на диване, верветка на печи, верветка – это такая маленькая обезьянка. Значит, это все жители, практически члены семьи, до какого-то степени, хищников все-таки потом запирают вольеры и выпускают на волю. Жители, практически члены семьи, маленького сельского зоопарка. Значит, где-то в Пушкинских горах, не так далеко от Москвы, находится вот этот зоопарк, который создали и поддерживают ценой невероятных усилий, конечно. Двое орнитологов, значит, очень любящих птиц. Там немыслимое количество всех видов, всех разных, да. И вот самое это ценное, что при слове «зоопарк» у нас тут же вот этот самый передвижной зверинец в голову приезжает страшный, нестерпимо вонючий, где в тесных, темных клетках, фактически в тюремном заключении, страдают несчастные животные, которые живут там недолго, в муках поистине адских, вот, и нужны только для того, чтобы потешить почтенную публику. Нам с вами на развлечения, забудьте, это совсем другой зоопарк. Вот этот самый зоопарк в Пушкинских горах – это место, где выхаживают детенышей, оставшихся без родителей, куда крестьяне, которые, в принципе, очень утилитарно, он так вот прищурится, так и скажет «эээ, городской дурачевок», да, относятся ко всему этому. Когда, например, рубят лес, десятками на землю падают птичьи гнезда. Ну что, их кто-нибудь собирает, что ли? Да нет, конечно, кому они нужны? Но, тем не менее, даже вот обычные самые сельские жители, которые достаточно равнодушно ко всему этому относятся, могут принести туда, например, пеликана, отбившегося от стаи, застрявшего в небольшом среднероссийском озере. Ему ни туда не улететь, ни назад уже не вернуться без стаи, да, но его надо выкормить как-то, дать ему возможность перезимовать. Там у них живет на кухне самая, что есть, настоящая рысь. Вот приходит к тебе, прыгает на стол, вы тут чай пьете, да, а тут такой котеночек такой, значит, прыгает, представили себе, да. Вот, а мило трется, значит, как кошка об ногу, да, а обнюхивает все, что на столе лежит, ей нам нравится, вот. На диване действительно живет лось, он-то приходит спать, ему там мягко. Хорошо, диван такой видавший-видавший, виды всякие, значит, потрепанный, порванный там разными, десятком когтей разных животных и так далее. Это все происходит при открытых дверях и окнах, и животные, и птицы живут мирно рядом здесь же до определенного, опять же, возраста, потому что тут же, например, можно пойти посмотреть вполне реальную взрослую рысь, она сидит в клетке, она там уже сразу ощерится на тебя и бросится на сетку, значит, со всего размаху, потому что она дикое животное. Вот, она уже готова, ее можно выпускать назад в дикую природу, потому что инстинкт самосохранения, инстинкт охоты не утрачен. Вот, остальным зверям придется искать приют, опять же, в зоопарках, опять же, значит, в разных учреждениях, в заповедниках, где их будут кормить, содержать люди. Увы. И вот, конечно, эти орнитологи, они не просто любят своих животных, а Юля Говорова не просто нам рассказывает о повадках разных сурикатов, там, или, допустим, дикообразов, откуда они вообще взялись. Ну вот захотелось, прихотелось какому-то дачнику завести дикообразов. Вот, прекрасная зверушка, практически ежики, ага, сейчас, за ними ухаживать надо. А в их иглах потом, как вот в стрелах индейцев, значит, в вестерне, потом утыканы все бревна, колеса машины и так далее. Вот, и как-то надо. Кенгуру, опять же, вроде как бы диковинная зверюшка, а ведь ей что, перезимовать надо, кенгуру в нашем племоте не зимует и так далее. Страусы, так те вообще свои, вот, несмотря на жуткий вид. Я видел живые страусы, мне они не понравились, я им тоже. Вот, ну в общем, это такой зоопарк, где о животных любят. И вот суть этой книги в том, что Юлия Говорова обладает специфическим талантом. Она может описать самые простые вещи. Речку, вот этот сад, который одновременно огород, который одновременно большой такой общий вольер для всех животных, и одновременно территории, где экскурсии проходят. Вот, значит, описать так, чтобы ты полюбил каждого из этих созданий. Чтобы ты понял, чем они так хороши-то на самом деле. Почему мы часть природы, а не что-то стороннее от нее, стоящее где-то там за забором и брезгливо на все это посматривающее. Вот, Юлия умеет так это сделать, как, наверное, мало удается кому. И ей совершенно конгениальная компания в этой книге подобрана. Это Ирина Маковеева, это заслуженный художник России. Тауреат премии Бианки. Это человек, который продолжает, не побоюсь этого слова, гениальные традиции русских художников-анималистов. Вот она умеет так нарисовать зверя, чтобы перед ней животные в очередь выстраивались, значит, чтобы она их портретировала. Она в каждой линии, в каждом стрихе показывает и жест, и повадку, и эмоцию, которую в данный момент испытывают животные или птицы. Это и есть талант художника-анималиста. Вот Маковеева под стать Говровой очень внимательно на все это посмотрела, и нам об этом своими изобразительными средствами рассказала. В целом книжка, конечно, очень лирическая. Когда вы будете читать, вам, наверное, захочется в ней детективного сюжета. Как мы спасали медвежонка, как львенок убежал один в город, проехался на трамвае, как по нему стреляли из револьверов милиционеры. Ну, забудьте вообще. Это все уже было. Это было и в кино, и в книгах, и так далее. Здесь это вполне себе размеренный, налаженный быт вот этого удивительного зоопарка, практически без клеток и сеток, хотя они, конечно, там есть. В какой-то момент книги ты понимаешь, что это нас с вами, надо бы запереть в какой-нибудь вольер, чтобы мы поменьше мешали, поменьше портили того, что вокруг нас находится. Но, увы, это невозможно. И мы не выживем. Не такова роль человека на этой планете. И им без нас тоже придется тяжко. Потому что, конечно, все животные, которые способны проявить так, чтобы мы поняли это чувство, ну, чувство к своим хозяинам, вот, какой-нибудь пожилого лысого попугая, да, значит, той самой верветки, все эти животные эти чувства проявляют. И мы понимаем, насколько мы все-таки близки к этим нашим братьям меньшим, как бы это ни звучало. Книга, конечно, невероятно полезная для юного читателя, потому что так задушевно об этих вещах рассказать, не скатываясь в банальность и в нравоучительность, очень сложно. Ну и книга, конечно, я думаю, порадует любого человека, кто любит прозу о природе, для кого не пустой звук имена Паустовского или Пришвина, потому что, конечно, это не Паустовский, не Пришвин, но это совсем другое. Про наше время и со взглядом, в котором действительно сила любви заключена, может быть, в чем-то и равное великим классикам, писавшим о родной природе, о мещерской стороне, или о тех животных и птицах, которые окружают нас в каком-нибудь соседнем перелеске. Вот такой вот зоопарк. Да, действительно, он реально существующий. Да, действительно, Юлия Говорова реально выпускница Московского государственного университета, факультета журналистики. И вместо того, чтобы устроиться работать в какое-то глянцевое издание, она поехала стажироваться в вот этот зоопарк. И провела там удивительные годы, потому что это совершенно невероятная, конечно, карьера, в кавычках, если можно так сказать. Зато она умеет смотреть на окружающий мир так, как это доступно очень и очень немногим из нас. И самое главное, умеет это зафиксировать. Так, чтобы мы с вами прочитали, восхитились и тоже, может быть, задумались. А не завести ли какого-нибудь питомца? А не помочь ли чем-нибудь какой-нибудь соседской бродячей кошке или собаке? А не посмотреть ли в окно повнимательней? Может быть, там есть на что взглянуть? Во всех этих лесах, полях, лугах, просторах, которые где-то ведь наверняка еще сохранились. Читайте, любите природу. Спасибо за внимание.